рыбы прогноз на май 2023 года что можно сказать об этом месяце на мой взгляд это месяц достаточно для вас удачный вот бывает месяца в которых у нас очень много проблем всякие разные препятствия нам чинит жизненные обстоятельства определенные люди небеса кого мы там в общем считаем основным до источником проблем а вот бывают месяцы когда у нас как будто бы какие-то определенные каникулы но если мы не хотим ничего делать то в общем просто нам никто не препятствует в этом а если мы хотим что-то делать то нам никто не препятствует в том чтобы мы получали результат и все зависит от нас вот как раз таки май это время когда пожалуй даже благополучные обстоятельства превалирует над отсутствием обстоятельств это значит что делать то стоит что-то но другое дело что может быть знак рыб это все-таки не самый целеустремленный знак надо признать да иногда его он как-то растекается по целям по интересам по даже по деятельности которые в себе не содержит никакой результирующей типа мечтаний там проектирования как каких-то виртуальных миров и так далее но если мы говорим о реальности до в которой живут люди родившиеся под знаком рыб и так или иначе они вписаны в жизненный контекст у них есть социальные обязательства профессиональные финансовые задачи понятно что на что-то может демотивировать а что-то мотивировать вот в мае у вас очень много мотивационных таких вот импульсов от от небес расскажу об основных но основной пожалуй которые есть это то что один из ваших управителей у вас их 2 это нептун и юпитер планета юпитер меняет знак меняет знак на если предыдущие 12 месяцев то есть прошлого мая по этот май она ходила в знаке овна и создавала для вас очень много напряжения потому что вам нужно было вам нужно было стать лидером вам нужно было заявить о себе там активно отвоевывать свое место под солнцем показать себя где-то таким пионеровым первопроходцам я не знаю как это у вас получилось получилось ли почувствовали ли вы этот тренд это эту потребность дайте пожалуйста мне знать может быть в комментарии под видео где вы меня смотрите смотрите меня на дзене пишите там смотрите паблик контакт пишите во вконтакте смотрите меня там на ю тубе подпис подпишите на ю тубе комментарии ну и конечно мой телеграм-канал было бы классно если бы вы написали комментарий там вообще на него стоит подписаться вы можете найти меня прям непосредственно в поисквике telegram астрология с ермолиной татьяной мой канал пожалуйста подписцы подпишитесь на него потому что там я пощу очень много информации и кстати называется он именно так астрология с ермолиной татьяной вот пощу очень много информации такой который я не выкладываю нигде и это знаете это просто вот реальный такой алгоритм с помощью которого вы можете астрологию сделать своим практически применимым инструментом вот поэтому ну огромное количество достаточно ценной информации которая только вот лежит в моем телеграме и постоянно кстати пополняется ну и пожалуйста подпишитесь на меня во всех социальных сетях которые я сейчас назвала так вот хочу сказать что сейчас когда юпитер в середине месяца перейдет знак тельца на ближайшие 12 месяцев он останется именно в этом знаке для вас эта новость очень благополучная потому что телец в отличие от овна это знак который с вами дружит это знак который вам помогает это знак от которого идет очень благополучная энергия энергия новых возможностей и творческих порывов и в принципе в принципе вот эти 12 месяцев предстоящие проходы юпитера по тельцу они для вас в целом несут в себе вот эти вот эти новые возможности эту новую энергию это новое вдохновение единственный вопрос насколько вам хватит внутренних сил мотивации и самодисциплины чтобы эти энергии вдохновения и чего-то внутренне перенести во внешнее то есть перенести в настоящую результирующую если хватит то это будет крайне для вас хороший удачный период когда вы сможете как ни странно за эти 12 месяцев решить много своих актуальных вопросов особенно связанных с материей то есть это например приобретение жилья получение новой высокооплачиваемой работы может быть переезд на куда-то более удачное во всех отношениях место но это все зависит конечно от вас и в этом случае вторая половина мая предоставляет уже эту возможность и вообще вторая половина мая это время инициации этих 12 месяцев до мы в это время должны по большому счету заложить ту инициативу то намерение который мы хотим реализовать ближайшие 12 месяцев год это небольшой срок правда но тем не менее немалый для взрослой жизни что-то и взрослой жизни то у нас начало детства в котором мы беспамятствуем потом как бы достаточно такой но уже такая старость до в которой тоже не всегда мы уже владеем ситуации да и сил у нас нет что-то менять там в очень-очень пожилом возрасте и когда мы выберем вот эту вот активную часть жизни и и не так много на самом деле поэтому каждый год надо признать взрослого деятельного человека на счету так что инициируем этот год как мы того хотим вот хотим что мы хотим в этом году чтобы было я имею ввиду эти 12 месяцев с мая по май то уважаемые рыбы мы должны вы должны где-то в период 16 по 20 мая себе заложить пусть это будет сначала какое-то ритуальное действие сделайте что-то в игровом варианте предположим но если вы хотите например купить квартиру да то пусть это будет например но рисунок в как рисунок нарисуйте рисунок или подберите этот рисунок в интернете и представьте себя в этом доме да то есть это то пространство в котором вам хотелось бы жить пусть это будет даже такая инициация если инициация более серьезная может быть например это там подача заявки на ипотеку или подача заявки там не знаю на покупку там участка до земельного это бы это будет замечательно но думаю что не каждый из вас на это готов но это только один вариант развития событий пожалуйста подумайте о своем варианте я просто вам говорю про возможности которая дается вот в период особенно 16 по 20 мая хотя в принципе до конца мая это вот это инициация инициация чего-то была бы актуальна но и принципе вторая половина мая вообще связано с вопросами финансовыми вопросами материального характера однозначно поэтому если в первой половине мая у вас что-то не заладилось с этим делом да с этими вопросами то четко оставляйте на вторую половину и здесь все прояснится при том прояснится вашу пользу так что будьте в этом смысле прям ну скажем так не не теряйте надежды все будет нормально единственное время когда может быть такое достаточно серьезное напряжение это время с 21 по 25 мая потому что в этот период на вашего управителя работает планета марс это будет время когда вам придется прям напирать до или сопротивляться обстоятельствам или наоборот как бы продавливать обстоятельства чтобы все повернулось вашу сторону но не без этого не все ложится к нашим ногам просто тогда иногда надо прилагать усилия но это пожалуй единственный период когда усилия придется за этот месяц реальные приложить для того чтобы получился результат ну что ж поставьте мне лайк если вам понравилось это видео подпишитесь там где вы меня смотрите на меня если еще не подписаны и до новых встреч до свидания